Косметическая продукция Мы выпускаем широкий спектр парфюмерно-косметической продукции, используя новейшие мировые технологии и оборудование, исследуя высоким стандартам качества. Наш завод работает круглосуточно и без выходных, для того, чтобы вовремя обеспечить продукции заказ каждого клиента. Эйвен – это компания для женщин. Благодаря высокому качеству продукции мы стараемся сделать каждую женщину красивой и уверенной в себе. Перед тем, как мы ознакомимся с детальной технологией изготовления главных продуктов нашего завода, отметим, что рецептуры всех косметических средств мы получаем из лабораторий Эйвен в Саферне, штат Нью-Йорк, США. Именно в Саферне в 1897 году была создана первая косметическая лаборатория компании Эйвен. Длительный процесс варки кремов, гелий, дезодорантов разбит на несколько этапов. Доставка в цех всех ингредиентов, варка с постепенным добавлением и смешиванием десятков ингредиентов, лабораторный контроль и расфасовка. На примере варки геля для душа проследим за тем, как рождается готовый продукт. Электропогрузчик доставляет все необходимые ингредиенты на производственную платформу варщику косметической массы. Миксер уже прошел санитарную обработку. Варщик подсоединяет шланг подачи деминерализованной воды и задает необходимые параметры. Большинство ингредиентов закладываются вручную. Жидкие ингредиенты закачиваются в миксер при помощи вакуумной установки. Остальное действие происходит внутри огромного миксера. Кстати, все ингредиенты закупаются у производителей, продукция которых одобрена исследовательским центром «Эйвен» в Саферне. Большая часть сырья импортируется, однако в скором времени планируется еще более активно сотрудничать с лучшими российскими производителями. Спустя несколько часов варщик отбирает пробу для лаборатории, которая исследует будущий гель на соответствие стандартам и физико-химическим показателям. После того, как лаборатория подтверждает качество пробы, готовый гель сливают в огромные баки и доставляют в цех упаковки. Точно такая же процедура происходит в случае варки кремов или дезодорантов. Разница лишь в составляющих, времени и объеме. Совсем другая технология используется при изготовлении духов и косметической туши. Через определенные технологии промежутки времени варщик постоянно докладывает составляющие в небольшой варочный миксер. Причиной тому служит то, что тушь создается на основе так называемой парафиновой группы. Это достаточно густая смесь. Больший объем проваривался бы неоднородно. К примеру, внутри массы было бы густо, а по краям – жидко. Тушь варят в малых объемах, поэтому можно сказать, что тушь – практически штучное изделие. Перед мастером-варщиком стоит непростая задача. Нужно строго соблюдать не только время загрузки ингредиентов, но и их очередность. Поэтому каждый раз, делая добавку очередного ингредиента, он делает пометку в производственном отчете, чтобы не допустить ошибки. Пока в тушь не добавили краситель, она чем-то напоминает омлет. Согласно производственному регламенту, варщик спустя несколько часов отправляется в лабораторию вслед за своим коллегой-варщиком геля, чтобы лаборанты оценили результаты его труда и признали тушь качественным косметическим изделием. К тому же в нее добавлены различные витамины. В соседнем цехе уже готовы женские духи. Кстати, производство спиртосодержащей продукции на нашем заводе в коммерческих объемах стартовало в августе 2006 года. Это положило начало новому этапу истории завода «Эйвен» в России. Вот это – куб с готовыми духами. А это шланг, с помощью которого специалист наполняет духами своеобразную ванну. Технология приготовления духов одинакова и очень проста. И рецепты крайне похожи. Как же происходит приготовление парфюмерных продуктов? В миксер мастер духов закачал спирт. Спирт плюс вода и еще много сложных ингредиентов, отвечающих за цвет и запах. Далее ингредиенты перемешиваются с оптимальной скоростью. Духи готовы. Остается отнести их в лабораторию. Строгие лаборанты признают качественными только что изготовленные духи. И они поступают на участок разлива, где происходит наполнение двигающихся по конвейеру флакончиков. Во флакончике вставляют пульверизаторы, которые прочно укупоривают мини-прессом. На донышко флакончика наносится маркировка, в которой указывается дата выпуска. И последняя стадия – упаковка. Две работницы формируют коробочки, укладывают в них флакончики и затем снимают готовые коробочки с линии производственного конвейера. А вот и автоматическая упаковка в коробочке. Уникальный момент. Сколько же операций производят за 5 секунд это новейшее оборудование? Загиб, складывание, подворачивание и наложение. Затем автоматическая вставка и заглаживание. И всего лишь на небольшой дистанции, не более метра. Эта упаковочная машина называется картонер. А что же происходит с тушью в цехе упаковки? Внимание на мини-конвейер. Работница уже установила флакончики для наполнения их тушью. Эта линия называется моноблок с автоматическим разливом, подачей кисточек и их закручиванием. Автоматические датчики определяют, правильно ли установлен флакончик. Далее флакончик подается под форсунку, которая наполняет его тушью для ресниц. Затем происходит подача кисточек. Заметьте, сами кисточки нежного голубого цвета. Но когда вы достанете кисточку из флакончика, то она окажется под цвет туши. В нашем случае традиционно черный. А вообще на заводе производят тушь фиолетового, зеленого, коричневого, перламутрового цветов. Манипулятор закручивает кисточку. Далее следует маркировка. Наклеивается этикетка. Готовые флаконы с тушью складываются в коробки. А сейчас мы узнаем, что происходит с гелем для душа, кремами и шариковыми дезодорантами. Итак, гель для душа. Бутылки, минуя датчики контроля положения, следуют в дозатор, где гелем одновременно наполняется 12 флаконов. Далее автоматический сортировщик подает крышки для укупорки бутылок. Крышка плотно насаживается на бутылку, и после этого наклеиваются этикетки, лицевая и тыльная одновременно. Этикетки разглаживаются, а упаковщица складывает бутылки с гелем в коробки. В расфасовке крема очень важен пылесос. После того, как баночки для крема оказались на ленте конвейера, их пылесосят. Возле дозирования крема две головки. Первая всасывает пыль, вторая наполняет баночку кремом. Баночки поступают в каппер, укупоривающий их крышками. Отвинчивая крышку, вы обнаружите, что сам крем находится еще и под защитной пленкой. Интересный факт. В расфасовке сначала закручивают крышку, и лишь потом баночка поступает в запаечную машину, действующую по принципу обыкновенной домашней микроволновки. Проходя сквозь пластмассу, лучи запаивают пленку и фольгу под ней. На каждую баночку с кремом наклеивают верхнюю и нижнюю этикетки. Упаковщица укладывает баночки в кейс. А вот и шариковые дезодоранты. Наполненные бутылочки подаются в укупорку. Сначала, заметьте, вставляются шарики, и лишь потом надевается крышечкой. Бутылочка центруется, обертка надевается сверху. Эта установка называется сливер. Машина, работающая со специальной термоусадочной пленкой, меняющей свои размеры под воздействием нагрева в термопечи. В термопечи пленка окончательно облегает бутылочку, и вот перед нами готовый шариковый дезодорант. Духи, гель для душа, крем для лица, косметическая тушь и шариковый дезодорант – все это сделано в России. Но не только для россиян. Продукция завода поставляется в Украину, Казахстан и другие страны СНГ. Завод несколько раз удостоился наград за отсутствие микробиологических отклонений, а также наград за выдающееся достижение цепочки поставок Avon в мире. Высокий уровень качества продукции, профессионального здоровья и безопасности, а также экологического менеджмента на заводе Avon в России подтвержден сертификатами соответствия международным стандартам ISO и ASAS, которые завод получил в апреле 2009 года. Надпись «Сделано в России» гарантирует, что все продукты Avon, выпускаемые в России, полностью соответствуют стандартам качества. «Сделано в России» гарантирует, что все продукты В России» гарантирует, что все продукты В России. Продолжение следует...